Министерство сельского хозяйства продолжит тесные связи с фермерами для выявления трудностей в их деятельности. Как заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов, министерство будет отдавать предпочтение кадрам с инновативным мышлением, а в стране достаточно квалифицированных специалистов. По его словам, стартовавшая 24-я международная выставка пищевой промышленности откроет хорошие возможности для развития аграрного сектора страны и создания новых бизнес-связей фермерами. На ней участвуют представители более чем 400 компаний из 34 стран мира. Подобные выставки содействуют налаживанию тесных связей между фермерами и иностранными компаниями, а также представителями агропромышленной сферы, занимающимися производством продукции в Азербайджане. В результате деловые связи еще более укрепляются, что в целом приведет к развитию аграрной промышленности. Одновременно с выставкой пищевой промышленности начали свою работу и 12-я международная сельскохозяйственная и Каспийская международная выставка – упаковка, тара, этикетка и полиграфия. В последние годы Азербайджан уделяет особое внимание развитию не нефтяного сектора экономики, а благоприятная конкурентоспособная среда повышает интерес иностранных компаний к нашей стране. В этом году на выставке наблюдается рост не только числа стран-участниц, но и представленных ими компаний. Количество участников выставки по сравнению с прошлым годом возросло на 12%. Это является показателем того, что в Азербайджане за короткое время, благодаря вниманию к продовольственному и сельскохозяйственному секторам, выросло число иностранных компаний, а также тех, кто занимается производством на территории страны, в том числе субъектов, участвующих во всех этапах пищевой цепи. Кроме того, значительный рост по сравнению с прошлым годом наблюдается и в ассортименте предлагаемой продукции. Местные компании принимают активное участие на выставке под брендом, сделанном в Азербайджане – «Made in Azerbaijan». От общего количества участников 70% приходится на иностранные компании, 30% составляют местные производители и дистрибьюторы. Здесь присутствуют представители 10 стран мира, среди которых 11 национальных и региональных групп. Мы приехали на эту выставку первый раз. Мы производители гибкой многослойной упаковки для пищевой промышленности. Как вы видите, на нашем стенде очень много разных образцов. И сегодня очень много желающих, которые тоже хотят упаковывать свои продукции в такие пакеты. Надеемся, что выставка пройдет очень успешно и ждем с нетерпением всех наших клиентов. Мы очень рады быть тут. Мы принимали участие в выставке в прошлом году. Видели повышенное внимание общественности. Сегодня мы предлагаем вниманию посетителей около 14 новых видов продукции. Скоро завершится их предпродажный этап, и мы начнем их экспортировать. Это уксус из фиников, сиропы. Мы также получили новый сорт малины. Выращиваем ее на наших полях. Будем продавать как в свежем, так и в сушеном виде. У посетителей выставки были представлены упаковки тары, сырье и материалы для их изготовления, упаковочное оборудование. Помимо этого, у посетителей была возможность ознакомиться с новыми видами продукции, производимой птицефабриками, продукцией животноводства, кормами и семенами, саженцами, минеральными удобрениями, лабораторным оборудованием, современными сельскохозяйственными технологиями и новшествами смежных отраслей. Эти устройства, которые вы видите, являются PH-метрами. В основном их используют в сельском хозяйстве для определения уровня кислотности и щелочи в почве. Кроме этого, это также хорошее и профессиональное средство, которое определит и будет держать в норме кислотность и щелочность удобрений. Существует одноразовая и многоразовая разновидности средства. Производители выдают собственную гарантию на устройство. Оборудование, которое вы видите, предназначено для индивидуальных производств. Например, это система доения. Она позволяет комфортно обеспечить доильный процесс, снижает уровень участия человеческого фактора, обеспечивает быструю и гигиеническую чистоту с точки зрения механики. Отметим, что выставка будет продолжена до 18 мая. Фат Байрамов, Хаял Азиз, Рав Гусейнов, Сибиси.